Но пока немного почитаем и Слово Божие, и поразмышляем. Тема сегодняшней проповеди, я ее так назвал, долго думал, думал, потом думаю, так назвал. Три постулата от Иисуса Христа. Конечно, Иисус Христос много очень важных вещей сказал, на которых мы должны строить свою жизнь. Но то, о чем я хотел бы говорить сегодня, всего о трех вещах. То есть таких три постулата, которые Он сказал. Что такое постулат? Постулат – это утверждение, которое принимается без доказательств. И, в принципе, когда строятся какие-то в науке доказательства, теоремы, то берутся какие-то определенные утверждения, которые принимаются без доказательств. И на основании них начинается строиться потом доказательство. Иногда эти постулаты могут быть неверными. Но все равно что-то надо принимать для того, чтобы начинать двигаться. И когда мы говорим о нашей вере в Господа Иисуса Христа, то Его жизнь и служение здесь, оно было наполнено Словом Божиим, которое Он принес нам, даровал нам, открывал нам это Слово. И Его слова для нас являются истиной. И являются вот именно этими постулатами, утверждениями, которые мы должны принимать без доказательств для того, чтобы наша вера твердо на чем-то основывалась и стояла, укреплялась. Чтобы мы не были подобны, не было у нас каких-либо сомнений. Потому что если мы сомневаемся, то, естественно, наша вера будет ослабевать и угасать. Но если мы четко стоим на Слове Божьем, четко стоим на тех словах, которые говорил Иисус Христос, то это укрепляет, утверждает нашу веру. И давайте с вами откроем одно местописание, Святой Евангелие от Иоанна, 14 глава. С 1 по 6 стих. Это место говорит нам о разговоре, который происходил во время вечерей Господней. 1 стих, 14 Евангелие от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители и много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь и как можем знать путь. Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Аминь. Состоялся интересный очень разговор. И мы видим, что Иисус, Он укрепляет сердце Своих учеников. И говорит, чтобы вы не смущались и верили в Бога и верили в Меня. И мы видим, что вдруг Фома, он опять все подвергает сомнению. Как всегда бывает, в компаниях найдется всегда какой-то такой человек зануда, когда все вроде бы хорошо разложил, все рассказал. Вроде бы идти надо делать. Но вдруг кто-то подойдет и скажет, что нет, у тебя ничего не получится. Нет, тут может быть какие-то другие вопросы возникнуть по пути. И начинают сеять сомнения. Но я думаю, что Фома в данном случае был не случайным учеником Иисуса Христа. И очень отличным был служителем. И мы потом знаем из истории его жизни, как он посвятил свою жизнь служению и отдал свою жизнь за Иисуса Христа. Но в данном месте мы видим, что Фома, он выступает, как бы объединяет мысли многих апостолов, которые еще не понимают, что происходит и что зачем следует, какова, в принципе, не до конца понимают цель Иисуса Христа как Мессии. И он выражает эту мысль и говорит, что мы не знаем, куда идешь, и не можем знать твой путь. На что Иисус им четко и твердо говорит о трех вещах. «Я есть путь, истина и жизнь». То есть это вот эти три важные постулата для нашей жизни, которые мы должны принять для себя, стать на них твердо и строить свою жизнь. Что Иисус Христос для нас есть первое – путь, второе есть истина, и третье есть жизнь. И вы знаете, эти слова или вот эти три утверждения, которые мы должны принять для себя, они идут также в определенном порядке, что сначала есть путь, потом есть истина, и третье есть жизнь. Потому что невозможно познать истину, если ты не стал на путь познания. И невозможно обрести вечную жизнь, если ты не познал истину. То есть для того, чтобы нам познать истину, нам необходимо сначала встать на правильный путь. А когда мы познаем истину, то мы обретем саму жизнь. Так говорит нам Иисус Христос, так говорит нам Слово Божие. И первое, на чем бы я хотел остановиться, о том, что говорит Иисус Христос, Он говорит, что «Я есть путь». Но для того, чтобы нам говорить о пути, для этого сначала нам нужно вернуться в самое начало книги Божьей, Библии, вернуться в бытие. Когда мы начинаем читать первые главы, мы читаем о сотворении мира, мы читаем о Бетемском саде. И мы читаем о том, что когда Адам и Ева не согрешили, то Бог изгнал их из Эдемского сада. И в книге «Бытие 3 глава 24 стих» мы читаем. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Мы видим, что решение Божие, оно было совершенно конкретно о том, что после грехопадения они не имеют никакого права вкусить от этого древа жизни, которое находилось в Эдемском саду. И Бог для этого поставил Херувима, который должен охранять это древо. Потом прошли еще столетия, был потоп. Эдемского сада сегодня этого, который размещался здесь на земле, сегодня нет. Мы читаем, что он находился примерно, если сегодня говорить о месте на земле, которое сегодня, это в районе Ирака, Месопотамия называлась. Но сегодня сейчас там идет война, никакого Эдемского сада нет, наоборот, там сложная ситуация. И, естественно, что, так как этого места на земле сегодня нет, но нам апостол Иоанн в Откровении своем, он говорит, что это место есть. И он его видел, Бог открыл его видение. И когда мы открываем книгу Откровения, 22 главу и 1-2 стих читаем, то мы там читаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иоаннца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Аминь. То есть сам по себе Эдемский сад или рай, он никуда не делся, не исчез. И мы с вами знаем прекрасно, что, читая другие места Писания, что Бог для нас приготовил небесный город Иерусалим, то есть то место, где мы будем всегда находиться в присутствии Божьем. Как когда-то Адам находился в присутствии Божьем в Эдемском саду с начала сотворения мира, находился с ним в общении, находился в этом прекрасном месте, то и так сегодня, когда мы говорим о том, куда мы идем и куда наш путь, то мы можем сказать, что наш путь есть на встречу с Господом в этот небесный город Иерусалим, в этот Эдемский сад, где мы также будем пребывать, как когда-то Адам, вместе в присутствии Божьем постоянно. И когда мы начинаем говорить об этом месте, то мы начинаем понимать, что туда должен быть проложен путь, и кто-то нам должен указать этот путь. Естественно, когда мы начинаем размышлять о пути, то мы, читая Слово Божие сегодня и читая вот эти места три постулата, первое, с чем мы встречаемся, Иисус Христос говорит, что «Я есть путь». То есть это тот, который может указать нам путь, проложить нам маршрут к этому месту, который знает, где это место сегодня находится. Очень тяжело путнику путешествовать, если он не знает конечного пути своего назначения. Когда он знает свой конечный путь назначения, то тогда он начинает строить планы и прокладывать этот путь. И сегодня Иисус Христос, Он находится в этом месте. И когда мы читали с вами Иоанна 14 глава, то Иисус говорит, что «В доме Отца Моего обители и много, и если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». То есть Иисус Христос, Он четко, конкретно указывает и говорит нам о том, что Он приготовил нам это место и проложил для нас этот путь. И поэтому вот этот первый постулат или вот это первое утверждение, что «Я есть путь», Он говорит о том, что Он знает. И Он хочет донести до вас с нами, чтобы мы понимали, что именно только через Иисуса Христа, только благодаря Ему мы можем войти в Царство Божие, в Небесный Иерусалим. И когда мы начинаем говорить относительно пути, то первое, как я уже сказал, когда мы говорим о пути, то мы должны понимать первый пункт нашего назначения. А вторую часть, когда мы говорим о пути, то мы должны понимать, каким путем мы пойдем. Те, которые используют, например, карты или навигаторы, они прекрасно понимают, что, например, мы когда выбираем определенную точку, куда мы хотим попасть, то к этой точке мы можем проехать различными дорогами. Бывает, навигаторы прокладывают сразу там, например, выбираешь какой-то город определенный, там до этого города 700-800 километров, если поедешь там чуть южнее, чуть севернее, там 900 чем-то, там дорога хорошая прямая, там дорога может быть не очень хорошая прямая, ты выбираешь там переправы, выбираешь там мосты платные, неплатные, не хочешь платить, едешь по грунтовым, но часов 20, хочешь быстро доехать, за два часа доезжаешь, но платишь деньги. И всегда этот путь, он может быть многоразличный. Но когда мы говорим о пути, когда мы идем в Царство Божие, то единственным путем, по которому мы должны идти, это, естественно, тот путь, который проложил Иисус Христос. Потому что, вы знаете, когда мы говорим о том, что... Иногда люди могут говорить таким образом. Ну, в Царство Божие, скажем так, да, мы понимаем, есть конечная цель, да, до этой конечной цели мы можем дойти, но вопрос заключается, каким образом ты можешь пойти к этой конечной цели. И Иисус, Он четко отвергает все возможные варианты, что никакого пути другого не может быть, только Он есть путь. То есть, возможны только условия движения по этому пути, или, скажем так, именно на тех точках, на которые Он отмечает, только на тех условиях, которые проложил Иисус Христос. Другого варианта не может быть. И когда мы с вами открываем Евангелие от Матфея, 7 главу, то Иисус говорит, 7 глава, 13 стих, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущая в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Аминь. Иисус четко определил и сказал, что да, маршрут может быть проложен по-разному, но есть только один маршрут, который проложил Я. И этот маршрут не очень простой. Он достаточно узкий, и по нему не так уж легко идти порой. Но также Иисус говорил, что возьмите время мое, оно не сложное, не тяжелое, и у вас все получится. И поэтому, когда мы говорим о том, что Иисус есть путь, то первое, что мы должны понимать, что пункт назначения знает только конкретно Иисус Христос. Иисус, второе, Он знает, каким образом нас провести по этому пути. И третье, на которую вещь я хотел бы обратить ваше внимание, что когда мы становимся путниками, то мы должны понимать, что путник, он не обременяет себя многими вещами. И когда мы собираемся в дорогу, то мы понимаем, что для того, чтобы нам достичь определенную цель, то в путь мы должны взять все необходимое, убрать лишнее и взять какие-то определенные необходимые вещи. И поэтому для того, чтобы исполнить, скажем так, вот быть правильным путешественником, то нам необходимо исполнить третью вещь – это оставить неверные вещи и взять с собой все необходимые правильные вещи. Это когда я не был еще женат, то собирался куда-нибудь в путешествие, то моя поклажа вся составляла одна ручная кладь. Даже в багаж ничего не сдавал. Если в самолетом летел, то все время ко мне подходил кто-то и говорил, у тебя багажа нет, так возьми у меня перевес. Люди летели с перевесом. И мне так легко было путешествовать. Но потом женился, семья. И мой багаж увеличился. И когда уже теперь ты путешествуешь, то уже начинаешь взвешенно подходить. То, что тебе надо, что не надо. И мы начинаем с женой тогда собирать чемодан. Собираем чемодан вместе. Я говорю, ну хорошо. Говорю, Яна, вот давай вещи собирай. Положим вещи, соберем. Потом посмотрим на них. Ох, много. Отсортировали, отложили. И вы знаете, по времени мы смотрим, что когда начинаем потом путешествуешь, куда-то уезжаешь, приезжаешь в какой-то пункт назначения, раскладываешь этот чемодан из того, что ты взял. Может, процентов 40-50 использовал. 50 тебе не понадобилось. В следующий раз опять садишься с женой и советуешься. Говоришь, ну 50% не использовали, давай еще урезать. И последнее время чемоданы все меньше становятся. Но так получается интересно, что если жена собирала раньше, у нее был больше, и она научилась, у нее стал меньше, то у меня наоборот, если была раньше маленькая кладь, теперь почему-то у меня стало больше. Я думаю, хорошо это или плохо. Но, наверное, во всем должен быть баланс. То есть мы должны определенные вещи понимать, которые нам необходимы в пути, и определенные вещи, которые мы должны выбросить. И когда мы говорим о том, что мы следуем по пути, который проложил Иисус Христос, то, естественно, он помогает и багаж нас собрать. Он говорит нам брать только те необходимые вещи, которые мы должны взять. И мы, если откроем с вами Евангелие от Луки, 21 главу, 34 стих, то мы можем прочитать простую вещь относительно нашего пути, потому что наш путь, он здесь неземной, можно так сказать. Он как бы да, с одной стороны земной, но с другой стороны Царство Божие или, скажем так, небесный город Иерусалим, он находится на небесах. И, естественно, туда самолетом не залететь, на космическом корабле не прилететь. Те определенные вещи, которые мы готовим для своего земного пути, они нам не нужны. И поэтому Бог, Он определяет наше здесь прохождение этого пути, но совершенно на других принципах, совершенно на других условиях. И один из таких примеров, что мы не должны брать или что мы должны делать, Иисус говорит в Евангелии от Луки. Смотрите же за собой, 34 стих, «Чтобы сердца ваши не отягчались обиданием и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Аминь. То есть, Бог, когда прокладывает путь и говорит, что Он есть путь, и говорит о том, что нам необходимо брать с собой, Он четко определяет для нас, что есть вещи, здесь земные, грехи, пороки, которые могут обладать нашим сердцем, которые могут обладать нами, которые могут наполнить нас в этой жизни. В результате всего этого мы можем пропустить вот этот вот важный день, когда придет Иисус Христос за своей церковью, или когда мы пойдем к Нему, то мы будем отягощены настолько, что не сможем предстать пред Ним в правильном и необходимом состоянии. И вы знаете, Слово Божие, апостол Павел, он говорил в послании Коринфянам о том, что ни кровь, ни плоть, они не наследуют Царства Божьего. И поэтому те вещи, которые мы здесь, люди, пытаемся придать им очень важное значение, и они становятся для нас приоритетом, то есть этот материальный мир относительно того, что мы здесь должны получить все удовольствия, получить все блага, но это не принесет нам никакой пользы для того, чтобы наследовать Царство Божие, для того, чтобы войти в Царство Божие. И также, когда апостол Павел, он увещевал церковь, в послании Коринфянам мы читаем, что неправедные в Царство Божие не войдут. В 1 Коринфянам 6 глава, там с 9 стиха говорится о том, что ни пьяницы, ни блудники, ни прелюбодеи, ни Царство Божие не наследуют. И поэтому мы должны четко понимать, что от нас хочет Иисус Христос, и какие вещи нам на протяжении всей своей жизни, на протяжении этого пути необходимо удалять, и наоборот, какие вещи мы должны приобретать. Именно те вещи, которые, наоборот, приносят нам правильные плоды, плоды Духа, то есть вера, любовь, надежда, терпение и так далее. И если мы ставим в своей жизни правильные приоритеты, когда собираемся и идем по этому пути, то, естественно, мы достигнем этой конечной точки. Поэтому первый постулат, о котором я говорил, что мы должны четко и твердо стоять на этом, что Иисус есть путь. Второй. Иисус говорит, что «Я есть истина». Когда мы начинаем говорить об истине, то понятие истины, оно может быть довольно, скажем так, относительно. И то, что для одного человека является истиной, для другого это истиной может и не являться. Или то, что человек говорит для каких-то одних понятий, что это и есть истина, то для других понятий каких-то это не может быть истиной. Все зависит от того, скажем так, как ты можешь посмотреть на это. Ну, к примеру, если вспомнить древнюю историю, еще когда-то Демокрит, один из философов, который жил очень много тысяч лет назад, он сказал, что мир состоит из атомов. Сегодня мы знаем, что да, мир состоит из атомов, но это не полное утверждение истины, потому что ученые сегодня проникли гораздо глубже, они имеют сегодня возможность смотреть гораздо лучше при помощи различных приборов, и мы понимаем, что мир состоит из гораздо больших, например, элементарных частиц, чем когда-то сказал, что он состоит из атомов. И сегодня мы знаем, проводятся различные опыты, ищут так называемую частицу Бога, то есть из чего устроен весь этот мир. Наверняка, может, увидят, найдут, но мир настолько многообразен, настолько велик, что никто не даст гарантии, что еще через тысячу лет скажут, что еще что-то мельче есть. Человек пытлив, пытается постигнуть, познать, в чем же истина, как состоит этот мир, но то, что для нас является важным утверждением, для нашей жизни, для нашей веры, мы должны четко понимать, что Иисус Христос сказал «Я есть истина». Это незыбленно, твердо и четко. И если мы это понимаем в своей жизни, то мы можем строить тогда свою жизнь, можем строить свою веру, можем двигаться от веры к вере. И хотелось бы привести один пример Евангелия от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Мы читаем там про одного человека, про Пилата, который в один момент спросил у Иисуса Христа, что есть истина. Ну, давайте прочитаем Иоанна, 18, 37. И мы знаем, он бросил эту реплику и ушел, когда читаем с вами дальше. То есть, соприкоснувшись с истиной Пилат, он не захотел познать эту истину. Эта истина стояла рядом с ним, он говорил о том, что «Я есть истина», я пришел возвестить истину, и он сказал, что те, которые слушают глаза моего, то они тогда и знают эту истину. То есть, это сам глаз истины говорил Пилату. Но Пилат, он был настолько обременен, или уже, скажем так, не то, что обременен, а он был настолько уже много лет во власти, видя политику, видя несправедливость, видя тайные заговоры, видя различные ухищрения людей, как люди идут для достижения своих целей, используют различные методы и ложь, и лукавство, и убийство, и так далее, для того, чтобы достигнуть своей цели. Сначала, может быть, он в какой-то момент, когда был молодым человеком, он искал эту истину, хотел быть достойным гражданином римским, для того, чтобы быть справедливым судьей, для того, чтобы быть правильным правителем. Но эта жизнь извратила его, и мы видим, что у него никакого желания нету познать эту истину. И когда я читал это место, то я в определенный момент вспомнил свои юные годы, когда учился в военном училище, потом еще позже. Это было время перемен, когда развалился Советский Союз, все новое хлынуло тогда в нашу страну, возникли новые, там была отменена шестая поправка Конституции, там что единственная партия ЦК КПСС, возникли новые партии. Естественно, как молодой, многие со мной тогда сокурсники, они стали, скажем так, искать или читать о справедливом именно обществе. Я читал различные книги, читал и Ленина, и Гегеля, и еще других там, скажем так, социал-революционеров. Все интересно было познать, где же существует это такое, или возможно ли построить такое государство, как сегодня можно понять, что это утопия, где все справедливо и всем хорошо живется. Но я думаю, что молодым людям это всем свойственно, что они смотрят на многие вещи вот именно так, через розовые очки, идеализируют многих людей, идеализируют многие моменты жизненные, и верят в лучшее совершенное. И правильно делают. Более черствыми люди потом становятся, к сожалению, с возрастом, и циничными. Но когда мы верим в Иисуса Христа, то ни черствости, ни цинизма не должно быть в нас. Аминь. Как-то мы наоборот должны быть совершенней. И верить уже может быть не в это справедливое государство, которое здесь может быть устроено на земле, но верить вот в это божественное устройство, которое Бог придумал, и то тысячелетнее царство, которое здесь будет, когда Он придет. Аминь. И вы знаете, я когда так размышлял, то как-то мне попалась тоже в свое время книжка, Каутского был такой товарищ. И он там написал, у него книжка называется «О происхождении христианства». И это, наверное, может быть первый раз, когда я, может быть, столкнулся косвенно, можно так сказать, с историей израильского народа, с Ветхим Заветом и с Новым Заветом. Но нельзя сказать, что это вот именно так в прямом смысле этого слова была Библия. Вся книжка была нацелена, в принципе, на то, чтобы разрушить веру у людей. Но мне это заинтересовало, веру я еще и не имел, разрушать нечего было. Поэтому я читал, просто как бы интересуюсь. И в определенный момент, скажем так, это мой был первый такой опыт, что же такое христианство и откуда оно взялось. Но не хотелось бы говорить об этой книге, а просто о том, какие, скажем так, бывают искания в человеке, когда ты молодой. И через какое-то определенное время даже хотел, ну, ты начинаешь искать, смотреть какие-то определенные вещи. Думал, искал, что какое-то, может быть, интересное социальное равенство, может быть, в партию даже какую-то пойти вступить. Понял, что это все бесполезно, не пошел никуда, слава богу. Потом через какое-то время, когда приехал сюда уже в городе, здесь был, меня один знакомый начал там все тянуть в какие-то, правильно назвать это, не знаю, духовные практики, что ли, рерихи там были у нас, может, и есть сейчас, не знаю. Вот, о каких-то совершенных духовных материях. Когда там приходил, они ложки на лбу держали, сковородки к груди прикладывали. Думают, что за такое интересное. Ну, все пытались постичь вот эти вот духовные вещи какие-то. Говорили, что христианство – это уже забытое, старое. Хотя я, опять же говорю, еще не знал, что это такое христианство, толком. Так что нечего было разрушать, слава богу. То есть у бога есть определенные пути для каждого свои. И в определенный момент потом я столкнулся с нашей церковью. Пришел в церковь, покаялся и, слава богу, узнал эту истину, что Иисус Христос есть истина. И это слово начало работать во мне, оно стало оживать во мне. Иногда в какой-то момент даже я и не понимал, чего я хожу. Я до сих пор, сейчас сказать, вспоминаю тот момент, когда я приходил на первое водное крещение. Это было летом, было еще много очень на речке. Тогда никто не запрещал никаких, там не надо было разрешений писать. Собиралась тогда наша церковь, если кто помнит. Много людей, до тысячи человек, наверное, ставили палатки такие. Все одевали белые одежды, по 100-150 человек заходили в воду и крестили их. И я ходил, вот это было первое водное крещение, я еще не принимал. Ходил среди братьев и сестер и думал, что я здесь делаю, не понимаю. То есть мозги еще не понимали, но сердце как-то уже стояло. То есть вопрос заключается в том, что если эта истина коснулась тебя, то даже иногда ты не понимаешь каких-то вещей, но эта истина начинает работать, потому что Иисус Христос сам, есть истина. Потому что именно сам Иисус Христос начинает работать в тебе. И именно сама истина сокрыта в Иисусе Христе. Понимаете, ее не надо читать, ее не надо искать где-то. Я не говорю, что не надо Библию читать. Я вообще имею в виду какие-то литературу или еще что-то. Но сама личность, как Иисус Христос, она несет эту истину. И поэтому Иисус Христос и утверждал четко, я есть истина. Потому что истина сокрыта в нем лично. И когда мы с вами читаем Иоанна 1 глава 14 стих, то мы там можем прочитать. «И слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Аминь». То есть Иисус Христос – это и есть слово. Это и есть слово истинное, которое с небес пришло к нам сюда и стало плотью, стало обитать с нами. И это истинное слово, оно вселилось в нас. И сегодня Иисус Христос, когда мы говорим, что Он живет в нас, то мы говорим, что живет Его Слово, что живет Он Сам в нас, что живет эта истина в нас. И поэтому мы имеем сегодня разумение для того, чтобы понимать Слово Божие, иметь толкование. И эти все вещи, они понятны и вразумительны для нас. Поэтому, когда мы говорим об истине, что Он есть истина, мы должны первое понимать для себя, что именно в самом Иисусе Христе и заключается истина. Второе, на что еще хотелось бы обратить в этом месте, такой панпункт Писания о том, что Иисус Христос не только как сама истина, но Он принес это слово истинное для того, чтобы наставить нас, для того, чтобы имели мы понимание о том, что является истиной. И мы с вами читаем Евангелие от Иоанна 17 стих, 17 глава 16 стиха. Иисус Христос говорит, это молитва Иисуса Христа. Я часть молитвы прочитаю. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною». Итак, в данном моменте мы видим с вами, что Иисус Христос, благодаря этой истине, которую Он через Своё учение донёс ученикам, через учеников имеем сегодня мы, благодаря этой истине Иисус Христос освящает нас, а точнее отделяет от этого мира. То есть благодаря этой истине мы уже отделены, и мы уже не от этого мира. И это есть очень, скажем так, сильное выражение того, что когда мы уверовали в Иисуса Христа, когда мы признали Иисуса Христа как истину, то мы стали уже гражданами другого совершенно царства. Мы стали уже людьми совершенно другими. Иисус говорит, что мы уже люди не от мира сего, что мы уже люди, которые находимся в совершенно другом положении перед Богом. Мы люди, которые уже освящены этой истиной. Единственное, нам нужно пройти этот путь для того, чтобы дойти к конечной точке. И благодаря вот именно этому слову сегодня мы можем себя подкреплять, слову истинному назидать, укрепляться в вере и идти дальше по этому пути. И это слово Божие, оно должно проникнуть глубоко в наше сердце, в наши уста, проникнуть в наши мысли, в наш разум, наполнить нас все естество. Потому что если это будет прямо внутри нас, то нам гораздо будет легче двигаться и противостоять многим вещам. Вы знаете, недавно я как-то заметил такую интересную вещь. Кажется, читаешь Слово Божие, обращаешься к Богу, пытаешься делать все для того, чтобы Слово Божие проникало больше в твое сердце, в твой разум, чтобы в результате этого была правильная реакция на многие вещи. Но нет, да нет, какие-то греховные вещи или из старого мира, они все равно дают о себе знать. И как-то совсем даже недавно я был удивлен, думаю, ну интересно, о чем-то мы говорим, я уже не помню там с братом, и говорим о каком-то событии, это событие хорошее, и вдвоем-то говорим «Слава Богу!», а внутри у меня вдруг такая мысль. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, постучать. Думаю, не понял. То есть устами исповедую, знаете, вот говорю одно четко, «Слава Богу!», то есть прославляю Бога. Но внутренне заметил себя на мысли, что вдруг такая мысль пришла, к откуда-то. И я понимаю, что, значит, не до конца еще, знаете, напитался, не до конца еще, это как его, наполнился Словом Божьим. И для меня это было примером того, что должно быть вот это вот внутреннее естество, оно должно быть прямо вот внутри у тебя, в мыслях, во всем, не только в делах, в поступках. Иногда мы и дела, и поступки наши, они несовершенные, мы видим, да, насколько нам нужно совершенствоваться. Но мы должны позволить этому Слову Божьему настолько пропитать нас, чтобы даже никакая мысль, ничего не могли приходить и иметь силы власти в нашем разуме, не могли светить гнезда, не могли потом производить в нас какие-то неправильные желания и стремления. То есть чем мы больше познаем эту истину, стоим на пути познания истины, тем больше эта истина начинает отделять нас от этого мира и переворачивать всю внутренность нашу, и делать нас правильными, чистыми, без всякого порока и пятна. Поэтому даже если в нашей жизни что-то происходит неправильное, вдруг мы замечаем, то не так оно и страшно. Самое главное и важное, чтобы мы обратили на это внимание и начинали, наоборот, усиленно понимать, что нам надо еще больше тренироваться. То есть это, знаете, когда спортсмен тренируется, тренируется, приезжает на какие-то соревнования, считает, что он герой, достигает больших результатов и так далее. Вроде бы даже уже там у себя на тренировках чуть ли не мировые рекорды бьет. Но он же не знает, как другие спортсмены в это время тренировались. Приезжает, оказался пятым, допустим. Другие тренировались еще больше. И с еще большим желанием приезжает, стремлением, если не разочарованием, конечно, и депрессией. Себя наставляет и пошел дальше тренироваться, для того, чтобы занять первое место. Так и мы. Вроде бы, кажется, каких-то вещей достигли в своей жизни. Но Бог нам потом показывает, нет, ты еще не до конца. Поэтому давай, начинай, и опять начинай все сначала. И когда мы... Хотелось бы такой еще пример привести интересный. Как-то я для себя отметил. Когда мы говорим о Слове Божьем, когда гомоорима и быстине, то я в последнее время как-то заметил, что многие мы все-таки продукт современного мира, прогресса. Хорошо, конечно, сегодня у всех там смартфоны, айфоны, плафоны. И когда сидит на служении, многие сидят и смотрят, Библию открывают уже там. Не поймешь, правда, то ли в телефоне в интернете лазит, то ли в Библию читает. Ну, неважно. Надеюсь, что мы будем думать друг о друге лучшее, что он сидит и онлайн Библию читает, а не что-то другое. И, в принципе, я тоже использую онлайн Библию. Ну, удобно вроде бы так, прямо через интернет смотришь, стихи выбираешь. И потом так подумал, интересно, интернет глюкнул, не заплатил или еще что-то. Бах, онлайн закрылось. Ненормально. Ну, надо тогда загрузить Библию на смартфон. Загрузил Библию, значит, ты уже не очень сильно зависишь от этого интернета, читаешь. Потом думаю дальше. Читал, 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 по телефону раз вышел, поговорил, например, там опять читаешь, раз батарейка сдохла. Нету Библии. Думаю, надо тогда на служение брать такую. Вот, потому что уже точно батарейка не умрет. Вот, всегда будет под рукой. И тогда можно найти. Конечно, может быть не так быстро, как получается. Но, думаю, самый лучший совершенный вариант наизусть выучить. Тогда уж точно никто не отформатирует, никто не заберет ничего. Я когда вспомнил, как Александр Проценко, когда приезжал, как он рассказывал, как ехал в Узбекистан, и сложно было брать с собой Библию, так он там Евангелие наизусть знает. И сидел в пользе, и начинал. Евангелие от Иоанна, и пошел. Первая глава, вторая, третья. Думаю, ну, молодец, вот это, наверное, круто. Вот, поэтому уж точно Слово Божие тогда никто не заберет. И тогда истинное Слово Божие, оно будет внутри вас и проникать в вас. Потому что изнутри будет течь. Но, придем к третьему постулату. Я есть жизнь. Как есть такая поговорка, кто-то сказал, что неизбежны только две вещи в этом мире. Смерть и налоги. Вот, но от налогов люди пытаются, убежать, какие-то компании оффшорные открывать, там еще что-то. Кого-то ловят, кого-то не ловят. Вот, в принципе. Но от смерти уж точно никто не убежит. И когда мы говорим о жизни с вами, то, естественно, нам необходимо, может, пойти немножко от противного и понять, что смерть неизбежна. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Но мы должны с вами четко понимать, что все мы умрем. Такой факт. И иногда люди, они, понимая это, вернее, как бы не понимая, может быть, даже четко это, пытаются от жизни забрать все, что они только могут. Вот. Начинают, как написано в Слове Божьем, будем есть, пить, гулять, да, вот, потому что все умрем. И в результате их жизнь направлена на то, чтобы попробовать в этой жизни все. Но благоразумные люди, или то, что когда говорит Иисус Христос, Он говорит о себе, что «Я есть жизнь», то есть Он дает надежду, дает нам указание на то, что все-таки есть жизнь. И это совершенно другая жизнь. И для того, чтобы нам обрести эту жизнь, жизнь вечную, нам для этого необходимо вот этот постулат, что Он есть жизнь, принять как основание для своей веры, для своей жизни. И если мы принимаем это для своей веры, для своей жизни, то мы тогда начинаем задумываться и о смерти, в правильном смысле этого слова. То есть понимаем, что мы, да, умрем, но мы должны прожить свою жизнь таким образом, чтобы потом, впоследствии, мы обрели саму жизнь. И когда мы с вами читаем Евангелие, это Иоанна, 5 глава, я хочу прочитать с 19 стиха послания Иисуса Христа. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушащий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышат, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Аминь. Очень важное здесь для нас наставление о том, что Иисус свидетельствует и говорит о том, что жизнь в нем самом. И когда мы это принимаем, когда мы это верим, то наша жизнь, она тогда меняется, наша жизнь становится совершенно другой. Когда мы смотрим на жизнь, служение Иисуса Христа, то мы можем для себя ответить определенные четыре вещи, о которых говорит Иисус Христос. И когда мы смотрим на Его служение, на Его проповедь, то мы видим следующее, что первое, что когда Иисус Христос исцелял больных, когда прокаженные получали исцеление, когда слепые прозревали, когда немые начинали говорить, то мы видим, что Иисус Христос восстанавливает людей, видим, когда Он совершал чудеса, чудотворения, когда накормил пять тысяч хлебом, то мы видим, что вот этот материальный мир, на основании этого можем сделать вывод, что этот материальный мир подвластен Ему. То есть Он имеет всякую власть над этим материальным миром, над всеми этими физическими законами, и все это подвластно Ему и принадлежит Ему. Второе, когда мы смотрим о том, когда Он служил и изгонял бесов, когда Он освобождал людей от динамонической зависимости, то мы видим с вами, что также и духовный мир подвластен Ему. Мы видим, что бесы повиновались Ему и что Он говорил, то они и делали. Третье, мы видим, что через пример воскресения Лазаря мы видим, что смерть также подвластна Ему, что Он имеет власть над смертью, что Он воскресил человека, который уже был четыре дня во гробе, что уже никакого нет, скажем так, надежды, нет никакой возможности вернуть обратно этого человека, но Иисус Христос воскрешает Лазаря, и мы видим, что смерть также подвластна Ему. И четвертая очень важная вещь, которую мы с вами видим из жизни Иисуса Христа, когда мы обращаемся к Его воскресению, мы видим, что когда Он сам воскрес, то есть подтверждение вот этих вот слов Писания, что Он имеет жизнь в самом себе, то есть то, что Он сам воскрес, и имеет силу воскресения, сила воскресения находится в Нем. И поэтому, если мы с вами верим в жизнь Его, в смерть и воскресение, то, естественно, эта жизнь наполняет и нашу с вами. Тогда эта жизнь начинает находиться внутри нас, и тогда через эту веру мы сами с вами также в свое определенное время получим воскресение, и как Слово Божие говорит, что мы перешли от смерти в жизнь. И когда-то Осия восклицала, он говорил, что через Осию, апостол Павел тоже потом цитирует это место, обращение Бога к народу израильскому, и он говорит, что от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в этом не будет у меня, говорит Господь через Осию. И мы видим с вами, что Иисус Христос, Он победил смерть, победил ад, что сегодня эта смерть, она не имеет уже жала. Это как скорпион, который не может ужалить, он может ужалить человека, человек может погибнуть, если он имеет только жало. Но если скорпиону не имеет жала, то, естественно, он не может причинить никакого вреда. И поэтому сегодня, благодаря Иисусу Христу, мы сегодня с вами имеем жизнь. Да, мы все физически с вами умрем, но если мы верим, что Иисус Христос есть жизнь, и жизнь в Нем, и воскресенье, то вместе с Ним в определенный день и воскреснем. Аминь. Иисус Христос говорит, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если ее умрет, оживет». Аминь. Поэтому вот это три важные вещи, которые мы должны иметь в своей жизни, стоять на них твердо, с убеждением, не пытаться никому ничего доказывать, но принять для себя это как постулаты, как убеждения без доказательств, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Если мы это будем постоянно, четко, твердо для себя понимать, разуметь, строить свою веру на этим, то, естественно, в свое время и получим благословение как в этой жизни, так и в следующее, которое Бог приготовил для нас. Аминь. Давайте встанем с вами. Аллилуйя, Господь! Слава и хвала Тебе! Мы благодарим Тебя, Боже, за Твою Божию милость и благость, за то, что Ты, Иисус Христос, пришел в этот мир, явил Себя для того, чтобы показать нам, что Ты есть путь, истина и жизнь. И мы хотим строить, Господь, на этом твердом основании свою веру, двигаться и укрепляться в этой вере, наполняться силой, переходить от славы к славе, переходить от веры к вере, Господь. Благослови, Господь, чтобы мы не были сомневающимся, чтобы твердо стояли на тех путях, которых Ты определил, шли тем путем, которым Ты благословляешь и ведешь нас, Господь, чтобы не уклониться ни влево, ни вправо, Господь, но для того, чтобы следовать, Господь, этим путем. Благослови, чтобы истина, которую Ты открываешь нам, чтобы она была вложена в наши сердца, в наш разум, для того, чтобы укрепляться и наполняться силой Твоей. Благослови, чтобы через эту истину мы приобрели жизнь вечную и наполнились, Господь, Твоей Божьей благодатью. За все Тебя благодарим, превозносим, за все воздаем честь, славу и хламу. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok